Сегодня хочу рассказать вам о сигнализаторе сигнал XF3. При помощи данного устройства мы управляем котлом утопления. Соответственно, он установлен один рейков щит в данном случае. Он также контролирует наличие и отсутствие сетевого напряжения, как одну фазу, так и три фазы. Соответственно, и с помощью своего термодатчика поддерживает в режиме термостата заданные настройки. Сейчас пойдем к котлу. Котельная у меня недостроенный дом. Так, вот котел. Соответственно, бакселл уна 3. И подключение к котлу. В принципе, тут все просто. Есть вот терминал-блок. Соответственно, под этой крышечкой есть разъем для подключения. Вот провод двужильный подходит от сигнализатора. А вот схема подключения. Соответственно, на первую и вторую клемму надо подключить вот этот провод. По умолчанию здесь стоит перемычка. Соответственно, ее снимаем. И вот здесь вот нарисован термостат комнатный. И на ее место подключаем сигнализатор. Таким образом, соответственно, логика работы будет по внешнему термостату. В принципе, не только у бакселл. У многих, у всех практически котлов импортных эта функция есть. Так, что еще? Какие особенности у него? Соответственно, сигнализатор мне присылает отчеты, смс. Я поставил отчет через 3 часа присылать. Можно там 6, 12, 24 или отключить вообще. Очень удобная функция. Соответственно, я знаю, автоматом приходит не температура, а температурные пороги. Соответственно, даже когда отопление отключено, соответственно, какая-то авария. Очень часто у нас электроэнергия отключает, газ редко отключает. Ну, соответственно, я знаю о температуре. Давайте попробуем отключить электропитание. Посмотрим, что сейчас будет. Отключил, да, видимо, не тот. Вот он. Автомат. Фазы погасли. Ну, пришла, если немножко что, фазы отключены. Соответственно, вы уже знаете. Сейчас включим. Фазы восстановлены. Соответственно, загорелись индикаторы. Что еще есть? Ну, летом, конечно, эту функцию отключу. Сейчас, в апреле месяц. В принципе, в этом году она мне очень сильно помогла. Несколько раз была такая аварийная ситуация. И все было под контролем. Летом я могу полив включать. Отключив реле, соответственно, можно на время включать какую-то нагрузку. К примеру, полив. Можно с кнопочки включить, конечно. А можно через смс это сделать на время. Ну, в принципе, все. Продолжение следует...